Молодость – лучшее время для путешествий и познания мира. По программе студенческого туризма Казанский университет принимает учащихся из разных уголков страны. Где живут и что посещают гости республики? Количество денег в кармане студента – повод для многочисленных шуток. Но есть способ путешествовать по России почти бесплатно – зарегистрироваться в программе студенческого туризма. Сегодня в ней участвуют 18 вузов страны, одним из которых стал Казанский университет. Программа пока рассчитана на летний период. Дальше планируется продлевание ее и уже в период зимних каникул, и на следующий год. Но в этом году мы готовы с радостью принять студентов в вуз в России до 15 августа. Задача – это расширить представление о стране и о регионах. Потому что когда люди приезжают из одного региона в другой, они видят культуру, они видят традиции, они видят и там, что живет, и молодежь, она есть. И у нее есть какие-то тоже направления, какие-то свои проблемы. И вот этот обмен в рамках страны, даже вот то, что в летний период, я думаю, что он очень важен. В разработке туристических маршрутов по Казани и Татарстану участвовали студенты Казанского университета и волонтеры Департамента молодежной политики КФУ. Одна из экскурсий прошла по Старой Татарской Слободе. Наш маршрут начинается с Института международных отношений Казанского федерального университета. Далее мы продолжаем идти по территории театра Галес-Каркамала. Знакомимся историей Старой Татарской Слободы. Посещаем такие достопримечательности, как мечеть Маржани, татарская усадьба. На время поездки Казанский университет предоставляет гостям комнату в общежитии на льготных условиях. Проживание в деревне Универсиады составляет всего 100 рублей в день. Экскурсии и культурная программа от КФУ полностью бесплатны. Студенты и аспиранты поделились своими впечатлениями об организации студ туризма в Казанском университете после экскурсии по музее истории КФУ. То, как с нами выходили на связь, это вот прям, ну в общем, очень ответственно. Мне кажется, мне так по каким-нибудь турпутевкам не звонили, потому как здесь все было организовано. То есть очень много раз все уточняли, сверяли, показывали какие-то гайды, там, красивые места локальные, которые, может быть, кто-то не знает, куда сходить, как провести там классное время. Все прям очень-очень хорошо было расписано. Возможность посетить российские города есть у каждого студента. Для этого нужно заполнить заявку на информационной платформе studtourism.rf и приложить пакет документов, паспортные данные, полис медицинского страхования, СНИЛС, ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Ариадна Кугушева, Хасиз Гараев, Радмир Софиуля, Универньюз.